Все даты выхода игры указаны на момент релиза видео. Всем доброго времени суток! Надеюсь, у вас отличное настроение. Новый месяц будет всем по нраву. Ладненько, погнали и по списку новых, свеженьких и уже вовсю готовых порадовать вас игр. Нас ждет двухмерной платформер, основанной на греческой мифологии. Играя за последнего из чемпионов людей, мы постараемся сорвать планы богини Геры по уничтожению всего человечества. Дата выхода намечена на 3 февраля 2015 года. Какие тайны хранит себе тьма подземелий? Только отважные воины смогут это узнать, но лишь немногим под силу противостоять истинной тьме и ужасным монстрам, хранящим свои сокровища. Дата выхода намечена на 3 февраля 2015 года. Выйдет и второй эпизод Игры Престолов от компании Telltale Games. И как уже понятно из названия, вновь поведает нам о похождении героев из этого интересного сериала. Как и всегда, смерти будут окружать нашего героя. Дата выхода намечена на 3 февраля 2015 года. Я надеюсь, все помнят Торг Маздай. Там было жарко. Но здесь, в этой игре, творится просто ужасный кошмар. На вас идет постоянный напор. Даже без перерыва на кофе. Но кого это вообще может остановить? Ведь шоу должно продолжаться, а монстры должны умирать. Дата выхода намечена на 4 февраля 2015 года. Что еще может делать маленький робот, кроме как заниматься выращиванием всей растительности на планете? Мы должны путешествовать по причудливому миру и решать различные головоломки, направляя рост растений в нужную для нас сторону. Дата выхода намечена на 4 февраля 2015 года. Что требуется для хорошей игры? Получить героя, найти злодея, создать место для путешествия и опасности для их преодоления. Нас ждут куча различных и ужасных чудовищ. А главное — курицы. Ну, ведь всем нравится курица. В общем, все, что нужно для убийства времени, у нас будет в достатке. Дата выхода намечена на 5 февраля 2015 года. Огромный город со своими красивыми местами, большими пробками и прочими неврядицами. Каждый такой город когда-то вырос из одного дома и маленького желания создать нечто большее, нечто грандиозное. Дата выхода намечена на 5 февраля 2015 года. Команда, собранная на одном корабле, она как семья за обеденным столом, живет своими идеями и решает множество проблем в узком кругу друзей. В разрушенном Лондоне после неизвестной техногенной катастрофы наша команда должна путешествовать и искать способы выжить. Важно сохранить чистый и незамутненный разум. Дата выхода намечена на 6 февраля 2015 года. Идейное кооперативное продолжение Left 4 Dead, но с монстром за место зомби в главной роли. Разметайте к чертям своих врагов. Прокачивайте уровень для получения новых монстров и команды охотников. Выживайте любой ценой. Питание и эволюция – самое главное в вашей жизни. Дата выхода намечена на 10 февраля 2015 года. У маленького убийцы Люциуса появилось продолжение. Сам сын дьявола выступает в главной роли. Убивать своих родственников? Да пожалуйста. Делать это тихо и незаметно? А как иначе? Не попадаться? Естественно. Ведь это не в наших интересах. Дата выхода намечена на 13 февраля 2015 года. Играть за вороном приходилось, но вот в хорроре еще нет. Послали как-то раз нас украсть важные чертежи. Ну да ладно, украдем. Нам не впервой. Но чем глубже в чащу, тем страшней. И углубляясь в здание, до нас начинает доходить. Мы ввязались в нечто большее, нежели ожидали. Дата выхода намечена на 17 февраля 2015 года. Сюжет Dragon Ball основан на комиксах одноименной вселенной. Выбрав одного из представленных нам персонажей, мы участвуем в поединках один на один. Каждый из героев обладает собственным набором уникальных умений и приемов. Дата выхода намечена на 17 февраля 2015 года. Аттила был великим воителем. Варварские племена объединяются под его знамена, чтобы противостоять разрозненной, но не потерявшей мощи Римской империи. Он ведет за собой орды воинов, чья жажда крови и власти не знает границ. Как и в любой игре серии Total War, нас ждет отличнейшая стратегия. Дата выхода намечена на 17 февраля 2015 года. Last Round является переизданием оригинальной игры, включившим в себя дополнительные материалы, а также новых бойцов и арены. Для новеньких консолей же еще и графику подтянули. Дата выхода намечена на 17 февраля 2015 года. Shelter тоже обзавелся продолжением. Сюжет новой части расскажет нам о рысе, которая должна сберечь свое потомство от опасности дикой природы. В игре представлен большой и открытый мир, а также возможности охотиться на других животных. Дата выхода намечена на 17 февраля 2015 года. Новенький вкусный Oddworld, сюжет которого рассказывает о том, как Висичак Эйп, один из рабов на крупной фабрике, узнает о том, что его хозяин задумал переработать всех своих сотрудников мясные закуски. Мы ведь не хотим стать чьей-то едой, значит нужно думать, работать над собой и выживать. Дата выхода намечена на 25 февраля 2015 года. Игра является улучшенным переизданием Код Вероника, в котором было переработано графическое и звуковое оформление. Надеюсь, вы помните нашу основную задачу, естественно, выжить и выбраться живым с этого треклятого острова. Дата выхода намечена на 25 февраля 2015 года. А на этой веселой ноте я вынужден с вами попрощаться, пожелать приятного и, надеюсь, веселого месяца. Ждите следующий выпуск ближе к марту. А с вами был, как всегда, Дезертир. До новых встреч. Свидимся. Если вам понравился данный ролик, не забудьте прокомментировать и рассказать о нем друзьям. Этим вы очень поможете развитию канала. Благодарю за понимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова